Паклопотиться об тех, кому не по силах справиться со снежной зимой. Молодь Беларуси протягивает примат заявки об допомозе от пожилых и одиноких людей. Прационные десанты по первым звонку спешаются по адресах, каб расшистить снег, продухилить сходь снегу с домов, насек чедро и просто надать увагу старым людям. Особливые такие встречи с ветеранами. Яны часто становятся импровизованными уроками можности. Удельниками одного из них стали и наши корреспонденты. Здравствуйте, господи Беларуси. Днем рождения вас. Мы пришли вас поздравить с вашим юбилеем, с 95-летием. У юбилейный день на Роджине Сергей Ягорович сустракает гостей. А кроме свайков и близких – наученцы местового лицея. Ветеран Великой Айчиной завсёд и с радостью давал там уроки можности. Теперь молодое поколение уже само приходит, как послухать истории военных годов. Был военный, служил в армии. Ну и период это уже захватило, как началась война. До речи, тогда ему было у всех у 15. У таким взрослым на фронт брать не хотели. Тому только полнолетним он смог отправиться оборонять родиму. С боями да ишел до Кёнигсберга. Але, на жаль, день перемоги артиллерист с устрыл в шпитале. Закрыл до немецкого города, отрымал ранение. Осколок трапил прямо у спину. После поправки узначали в ветеранскую организацию. А затем был инициатором створения мемориального комплекса «Уродные вёсты». Помню, когда я, не доходя до дома, слышала, как он свои речи репетировал. Окно открыто. Думаю, кто это у нас там так разговаривает громко всё. А он так свою речь, выступление своё так заучивал. Как подяковать ветерану, молодые люди вырошились уместить приемное с корыстным. И после веншивания узялись за инвентар. Поле деяности – расчистить снег у дворы перед воротами, а затем проверить. Тени зависают с даху небеспечные ледяши. Как правило, мы обычно приходим к ветеранам и тоже помогаем пожилым людям. Сейчас зимнее время, нужно помочь. Расчистить снег, по хозяйству где-то помочь, ещё что-то сделать. Им приятно, когда такое молодое поколение приходит, помогает им чем-то. Так сказать, мы им выражаем благодарность за то, что они сделали для нас. Такие маленькие визиты по адресах пожилых людей – частка великой волонтерской акции под названием «Убером снегразом». Я ее удельники, звычайные школьники и студенты, активисты БРСМ, які готовы по первому звонку приехать и допомогти. Г этой акции, до речи, уже не один год. Однако, всё лето в программе з'явился новый пункт – оказать допомогу и громадским социальным установам, больницам, поликлиникам и школам. Гарачая линия по уборце снегу працует и сейчас. Челлендж протягнется до конца зимы. Заявки принимают по телефону во всех территориальных комитетах БРСМ. Александр Лупиненко, телерадо и компания «Гомель» при поддержке Агентства телевизионных новин.